Взгляд Порошенко пообещали Крымский трибунал Л. Порошенко пообещали Крымский трибунал 23 февраля 2015 года, 18.37 фото Ройтерс Текст, Иван Чернов Президент Украины Петр Порошенко в понедельничном обращении к народу пообещал рано или поздно вернуть Крым и даже построить его заново. В ответ глава полуострова Сергей Оксенов пригрозил судить Порошенко на своей территории. Эксперты предположили, почему сейчас Порошенко делает подобные заявления. Верну Крым 23 февраля президент Украины Петр Порошенко в обращении к народу выразил уверенность в том, что Киев вернет контроль над Крымом. Украинское государство вернет контроль над временно оккупированной территорией. Не буду сегодня говорить, что это будет происходить быстро и просто. Но это произойдет обязательно. Мы вместе построим новый Крым, в котором будут обеспечены права и интересы коренного народа Крыма и всех жителей полуострова, независимо от их этнического, языкового и религиозного происхождения. Минус говорится в обращении украинского президента к гражданам, текст которого размещен на сайте главы государства. Подобное заявление украинских властей стало не первым. Так, в конце декабря премьер-министр страны Арсений Иценюк также выразил уверенность, что Крым вернется в состав Украины если не сейчас, то потом, когда это сделают дети или внуки нынешнего поколения политиков. Газета «Взгляд» поинтересовалась у политолога Ростислава Ищенко, какую цель может преследовать это заявление Порошенко. Насколько я понимаю, в обозримом будущем Порошенко не способен вернуть Крым Украине, вне зависимости от того, ожидают ли от него этого, и от того, думает ли он что-то делать в этом направлении, минус отметил эксперт. Он также предположил, почему сейчас звучат такие заявления, наверное, для пиара. Раз Порошенко не может сделать что-то технически, соответственно, он рассчитывает на информационный эффект. А может, и по глупости. В конце концов, есть же люди, которые называют себя Наполеонами. Ищенко выразил уверенность в том, что даже если бы Россия вернула Крым Украине, санкции Запада против Москвы никто не снял бы. Эксперт не слышал, чтобы в Вашингтоне напрямую увязывали крымский вопрос с отменой экономического и политического давления. Нет, руководители США считают, что они борются за переформатирование российской власти, уход Путина с поста президента. Очевидно, что в таком формате Крым явно недостаточная уступка. Может быть, если вернуть все до Урала, тогда санкции отменит, минус предположил он. Наконец, эксперт прокомментировал желание главы Крыма Сергея Оксенова судить Порошенко. Думаю, что есть много желающих судить Порошенко, и Оксенову придется встать в очередь. Будем судить в Крыму. На заявление Порошенко действительно моментально отреагировали крымские власти. Глава полуострова Сергей Оксенов заявил, что нынешние киевские власти будут осуждены народом страны, а Петра Порошенко ожидает крымский трибунал. Мы ему, Порошенко, крымский трибунал обещали, он будет как раз здесь. Привезем сюда и будем судить, минус сказал Оксенов. Напомни, в события почти годичной давности в Симферополе, когда Порошенко пришлось буквально спасать собегством от участников крымской весны, которых он прилетел переубедить накануне референдума о статусе Крыма, передает РИА Новости. Оксенов уверен, что Крым никогда больше не будет в составе Украины, так как вернулся на историческую родину. Он уверен, что нормальные граждане Украины, которых подавляющее большинство, скоро выкинут кучку негодяев, которые сегодня с целью собственных интересов оккупировали органы госвласти. Им всем раздадут по заслугам, быстрее их собственный народ будет судить, минус сказал Оксенов журналистам в Симферополе. Он выразил уверенность, что Крым всегда был другом всему украинскому народу и готов жить с ним в общем пространстве после того, как Украина станет членом таможенного союза. Наконец, на заявление украинского президента отреагировал представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, назвавший Петра Порошенко клоуном. Грозно обратился клоун, собачка Порошенко, вдогонку бегущим из горящего цирка, минус написал Маркин в микроблоге В. Часть России отметим, что 21 февраля, годовщину государственного переворота на Украине, в Крыму наметен год Майдану. Не забудем. Не простим. Вышли более тысячи человек, скандировавших «Мы любим Россию». Днем ранее спикер законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый заявил, что выбор, который год назад сделал Евромайдан, как раз и привел к тому, что Крым смог определить свою судьбу и воссоединился с Россией. Когда начался Майдан, стало понятно, что будет один из трех выходов. Первый. Янукович решится применить силу и переломить ситуацию. Понятно, что никакой революции бы не было. Второй. Янукович сольется легальным образом, как он сделал в 2004 году. Тоже бы ничего не получилось. И третий вариант. Я его называл грузинским сценарием 2003 года, когда президента в Зашей выгнали, минус сказал Чалый. Он подчеркнул, что именно в момент произошедшего 22 февраля госпереворота ситуация стала развиваться по сценарию отделения Севастополя от Украины. Митинг. Антифашистский митинг 23 февраля. Собирать было принято решение 21 февраля, но что будет на митинге, к чему мы будем людей призывать, мы не знали. Это было решено за два часа до начала митинга, минус вспомнил Чалый. Добавим, что на Западе продолжают считать Крым частью Украины и приводят для этого свою аргументацию. Так, 20 февраля стало известно о специальной памятке, подготовленной МИД Германии для своих дипломатов. Документ носит название «Проверка на соответствие действительности». Российские утверждения «Наши ответы» передавал Deutsche Well. По поводу Крыма немецким дипломатам рекомендовано указывать, что Крым на протяжении истории населяли самые разные народы. В 1954 году он был передан Украине, а самое главное, после распада СССР в 1991 году этот регион остался в составе независимой Украины, территориальную целостность которой Россия явно признала в рамках Будапештского меморандума от 1994 года. В документе также говорится, что российские обвинения в том, что Запад использует двойные стандарты в случае с объявлением независимости Косово и в случае с отделением Крыма, некорректны, так как объявление независимости в Косово стало результатом провала более чем 10-летних усилий по разрешению конфликта, тем более оно не сопровождалось силовой интервенцией извне. Напомним, в Крыму 16 марта прошлого года прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. 21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о вхождении Крыма из Севастополя в состав России, а также указ об образовании Крымского федерального округа. И Крым постепенно привыкает к статусу одного из российских регионов. Так, недавно местные кинематографисты сняли шпионский боевик о воссоединении с Россией. Поцеловать незнакомку минус первый местный художественный фильм, созданный после воссоединения с Россией, и главное, про этот процесс. В центре сюжета, попытка западных спецслужб устроить на полуострове диверсию. Текст, Иван Чернов